Здравствуйте! В эфире Морозова. Сегодня у меня необыкновенный гость. Это российский художник, сценарист, режиссер Ирина Ифтеева. Ирина, здравствуйте! Мы с вами познакомились на фестивале Евразия. Куда вы привезли свой фильм? Арвентур. Фильм необыкновенный. Я сразу говорю, я большая стала сразу ваша поклонница, потому что для меня это было такое, наверное, первое кино в моей жизни, которое настоящее кино, такая картинка, яркая, сочная, необыкновенно вдохновляющая. Скажите, пожалуйста, это далеко не ваш первый фильм? Далеко не первый фильм. Когда все началось? Ну, первый фильм я сделала в 1991 году на студии Пиев, первого экспериментального фильма, который был. Эта студия была организована при Ленфильме с Акуровым и Алексеем Германом. Ну, вот, там была сделана картина, потому что, собственно, режиссеры, которые там начинали, допустим, Балабанов, допустим, Лида Боброва, там, я не буду сейчас всех перечислять, очень много имен, людей, которые вышли в кинематограф, Ковалов, там, и так далее. Которые, в общем-то, пришли в кинематограф не с такой, вот, как бы сказать, классическим гиковским образованием. Таких и искали. Вот мы были немножко другие. Кто-то там документалистом, кто-то киноведом, кто-то вообще плотником и так далее. Ну, собственно говоря, хотели делать свое кино, нам дали возможность. Была такая штука, что показывает, что ты можешь. И где-то через месяц после того, как ты снимаешь, ну, смотрели. Если у тебя хорошо все получается, делай дальше. Если нет, уходи. Вот, ну, в общем, все доделали свое кино. Я тоже. Первая картина звала «Скрипка» немножко нервно. И этот фильм, это был короткометражный фильм, да? Ну, собственно, то, что я делала, они почти все короткометражки, потому что фильм, который рисуется на протяжении полутора лет, в общем, вот первая картина, это было 27 минут. Вот. Можно сказать, что «Арвентура» – это моя первая полнометражная картина. 80 минут, 3 года рисования. Вот 3 года рисования. Совершенно необычная техника, да, у вас. Это анимационное кино, с одной стороны, с другой стороны, это игровое кино. Вот расскажите, пожалуйста, как вы это делаете? Вы обмолвили, что вы фильм снимаете, например, 3 месяца, а потом 3 года его рисуете. Как это? Снимаю фильм 9 дней. Даже 9 дней. А рисую, да. Если бы я снимала 3 месяца, был бы хороший бюджет. Вот. Нет. Дело в том, что принцип вообще придуманного этого изображения, я когда-то для себя, в общем, решила, что... Просто видела такое изображение. С одной стороны, живопись, с другой стороны, натурный кадр. Для меня остается важным то, что кино – это светопись, да? И в это запечатленное изображение можно вмешиваться. Этот кадр, который сняли однажды, можно соединить с другим кадром, который снимаешь. Еще раз и так далее, и так далее. Или берешь фильмотеки и соединяешь киноизображение. То есть можно что-то вынуть, что-то туда войти и так далее. Я рисую на стекле, поэтому я обрабатываю фактурное изображение. То есть это можно почти что не обрабатывать, будет лицо актера, как оно есть. Или при помощи вот моей техники. То есть у меня несколько проекций сразу за мной стоят. Большое стекло передо мной. И масса лампочек. Их 60, ну не 60, конечно, 40 штук. Они такие маленькие приборчики. Мне когда-то понравился осветительный прибор для микроскопа. Во-первых, фокусируется лампочка точечной. Можно пятном, можно точкой. Есть диафрагмочка маленькая. И туда можно запихивать фильтрики. Совершенно разнообразные. То есть палитра большая. Поэтому с одной стороны рисуешь еще и светом. Потому что покадрово передвигаются эти фильтрики. Повыше свет, побольше свет. И ощущение вот такого немножко мерцающего светового изображения. Плюс фактуру. Я рисую гримом на стекле чистом. Вот рисую, стираю, рисую, стираю. Что называется пофазно. И получается вот такое изображение. Как лучше, конечно, посмотреть, чем рассказывать про то, как вы рисуете. Но, собственно, вот актер остается со своим лицом. Другое дело, что, как теперь говорят, морфинг или деформация. Или, как я говорю, редактирование изображения происходит прямо в живой, без компьютера. Я то, что вижу на стекле, то оно и снимается. Теперь собираем мы на компьютере. Раньше это был пленочный процесс. Это у меня девятая картина. Но на компьютере вы не рисуете вообще принципиально, да? Да. Собираем изображение. Можно менять ход соединений. Потому что делают же статичные кадрики, которые потом соединяются в определенной последовательности. Можно здесь уже экспериментировать немножко по-другому. То есть может сам ход быть и как микро такие наплывчики, или большие наплывы, или там кадры идут друг за другом. То есть вот этим можно манипулировать, что для художника-мутипликатора, каким я тоже являюсь, это очень важно. Потому что придуманное движение, оно, в общем-то, в основе любой анимации. В данном случае, ну, анимация такая, что я работаю с человеком. Вот ваши картины, они, какова их прокатная судьба? Или они вот все только вот такие вот фестивальные, не для всех? Ну, во-первых, они для всех. Другое дело, это вопрос к прокатчикам, конечно же. Но когда ориентируются на жанровое кино, на боевики и так далее, и думают, что люди должны смотреть только это, и только это им нравится, и за людей думают именно в жанре там для 13-летних людей, то это, конечно. Да, в основном фестивальный прокат. Моим фильмом везет. Вот сейчас я уже показала, наверное, на седьмом фестивале. Еще предстоит. То есть прокат такой. Хотя, конечно, очень мало смотрят. Но сейчас есть, к сожалению или к счастью, интернет. Почему, к сожалению или к счастью, качество не всегда то, которое, кстати, добиваешься. Потому что вся моя работа – это, в общем-то, мазок. Надо его ощущать. Иногда пропадает, конечно, когда смотрят в плохом изображении, в плохом качестве. Ну да, это те самые картины, которые очень, мне кажется, выигрышно на большом экране смотрятся. Когда это видно все, и вот эту всю работу очень такую скрупулезную, всю волшебную картинку. А какова фестивальная судьба ваших фильмов? Вы вообще считали, сколько у вас призов? Я не считала, но самый такой внушительный, наверное, это «Серебряный лев» Святого Марка на Венецианском фестивале. И вот сейчас мы получили на последнем, 37-м московском кинофестивале приз «Серебряного» Святого Георгия за особый поэтический взгляд в кино. И еще там тоже был приз «Нетпак». Почему я здесь тоже и сейчас представить? Следующий фестиваль – это «Коломбо». Ну и так далее. То есть, собственно, а фестивали они иногда одновременно идут, поэтому бывает так, что… Накладки происходят? Нет, ну не накладки происходят, просто я не везде присутствую. Там либо члены съемочной группы, либо продюсер. А вот «Лев» за какую картину был получен? Эта картина совсем маленькая, 10-минутная. Это «Лев в коротком метре». Это называлось «Клоун». Тоже такая была удивительная история, потому что заказ был от Полунина. Вячеслава. Сначала мне позвонил в Питер Михаил Шемякин, который хотел сделать со мной кино. А в это время я работала над Петербургом своей картины. Это 2000. Звонок был, наверное, в 2000 году. Потом позвонил через некоторое время Полунин. Просто в Америке, где он гостил у Шемякина, была кассета с моим предыдущим фильмом «Эликсир по Гофману». Ему понравилось, ему хотелось. Ну и, в общем, была такая смешная история, потому что, когда он звонил, у меня был компресс на ухе. Ухо болело. Пока я разматывала, он мне сообщал информацию о том, что я должна прилететь в Лондон, посмотреть. Я что-то соглашалась, когда все закончилось, разговор. Я размоталась наконец-то и, в общем-то, поняла, что я куда-то там вляпалась в какую-то историю. Ну а потом, значит, была у него премия «Триумф», которая стала, в общем-то, деньгами для производства картины. Снимали мы четыре дня заготовки. Но где-то год я рисовала эту картинку. Для Полунина это было, он хотел, чтобы это было после спектакля. Он, в принципе, эти диски продает. Ну а я решила все-таки показать Гансу Шлегелю кино. И вот он взял на венецианский фестиваль, и мы почему-то получили главный приз. Для вас это было ожидаемо или полная неожиданность? Нет, полная неожиданность. Вообще, три дня любой большой фестиваль оплачивают проживание на острове Лида. И, собственно, я просто оставалась до своего чартерного рейса, который в субботу там, допустим, в воскресенье награждение. Ну вот и жила там приятельницей своего оператора, которая профессор словесности и так далее, и так далее. Значит, так очень гордо мы с ней гуляли. Ну и смотрела фильмы, и все такое на фестивале-то было, разумеется. Я уже должна была лететь, с ней попрощались, с Марией. Я в самолет иду, уже сдали все манатки. Я потратила все деньги на какие-то цветные макароны, всякую ерунду, помаду там или так далее. И вдруг вижу человека с табличкой, там что-то рыжим написано. Надо же придумать рыжим фломастером, по белым им писать ничего не видно. Но все-таки решила подойти, увидела свою фамилию. И вы награждены, оставайтесь, отдавайте билет, значит, все такое. Ну, как любой бывший советский человек, я начинаю думать о том, а как же я прилечу? Говорю, ну пусть кто-нибудь другой получает. Этот приз, какой приз, я не знала. Ну, собственно, без денег. В джинсах я, я не могу получать какие-то призы. В джинсах давайте сумку. А уже в самолете. Ну, итальянцы есть итальянцы, они остановили самолет, получили сумку и отправилась в отель «Де Бан», где была снята смерть в Венеции. Шикарный отель, я без денег, вот, без ничего так, что называется, не знаю чего и что и так далее. Звоню, значит, Мария очень испугалась, почему я не улетела. Я говорю, вот так-то. Ну, вот, а дальше был «Святой Лев». Ну, это было замечательно. Ну, вот перед этой съемкой вы сказали, что, наверное, не было бы у вас такой кинематографической судьбы, если бы не перестройка, да? Да, да, конечно. Потому что, собственно говоря, для того, чтобы быть режиссером, надо было закончить обязательно в ГИК. А для художника, то есть для режиссера-аниматора поработать еще художником-аниматором так лет до 40, наверное, или до 50, а потом станешь режиссером. Потому что в нашей стране, к сожалению, только последние 20 лет профессия режиссера-аниматора стала во ВГИКе, ну, обязательной. А было так за выслугу лет. Некоторые очень быстро начинали, конечно, хорошие художники, потому что в нашем деле изображения ведущие, как двигается персонаж, отсюда придумывается вся история. Да, поэтому после окончания института я закончила институт культуры, кафедру кинофотоотделения. Хорошо очень училась. У нас преподавали все лимфимовцы, в общем, бывшие в ГИКовцы, поэтому и Крежет Гургенна Гукасян по драматургии, оператор, с которым я работала. Потом Генрих Савакович Мураджан, классик Ленинградской школы, который снимал и «Салют Марии», «Балтийская». В общем, все фильмы Хефиса. Потом снимал «Анюту», вы, наверное, знаете, тоже, в общем, тоже такую знаменитую картину. Ну, в общем, всякий лауреат государственных премий, который был старше меня на 30 лет. К сожалению, он умер, но уже нет. В 2011 году мы сняли все картины с ним вместе, кроме вот этой последней Ревентору, что его не было. Ну, вот так получилось, что я сразу стала преподавать 24 года и поступила в аспирантуру. В аспирантуре училась и параллельно снимала, можно сказать, любительские фильмы, потому что мне все равно, как будто я чем-то таким даже постыдным занималась, потому что, ну, вроде бы все равно это никуда. Ну, и после, во время перестройки, это 89-й год, была открыта эта студия. Там друг друга все искали, нашли мою картину «Крысолов», которая была снята на любительской студии «Ламо». Она была хорошо оснащена, потому что ребята занимались профессиональной киноаппаратурой, и все, будем сказать, независимые режиссеры там каким-то образом скапливались. Ну, вот посмотрели эту картину, вообще был такой сериалистический момент, вдруг Сокуров, вдруг Герман, какую-то студию любительскую отправились смотреть кино. Ну, в общем, я кино делаю с тех пор. И делайте совершенно необыкновенным образом. Это, я думаю, наверное, не я одна вам это говорю. Но ваши фильмы, они же не такие непростые, не плоские. Я даже не говорю об изображении, я говорю о самом сюжете. Каждый сюжет, он очень многослойный, он куда-то там отсылает, и надо знать и там литературу, и искусство, и надо как-то внимательно относиться к жизни. Какой у вас зритель, и ориентируетесь ли вы на него, или вы все-таки скорее ориентируетесь на собственную душу, на собственное сердце? Ну, конечно, на последнее, да, которое первое для человека, душа, какие-то вкусы, пристрастия. Я скажу, что смотрят очень даже неплохо дети, которые вовсе не отягощены каким-то громадным багажом, потому что картинка необычная. Ну, не знаю, я так особо не задумываюсь, то, что меня интересует, то, что я люблю, то, что я могу увидеть вместе с ними. Потому что, ну, когда ты делаешь картины, это очень интересный процесс, а у меня вот покадривает. То, собственно говоря, ну, это как живопись, рисуешь, выкладываешься. До этого, вот как раз в моменте, когда ты делаешь уже кино с актерами, вот там, да, там все это просчитывается, все нужно очень четко сделать, потому что времени мало, съемки очень дорогие. Вот, и надо все успеть, и художники по костюмам есть очень хорошие. Они только должны знать специфику. Ну, мы уже давно работаем все вместе. И уже понимаете друг друга. Ну, конечно, у нас хороший очень коллектив, я всех обожаю. Вот, они бросают все свои дела, когда я начинаю снимать картину, или я кого-то дожидаюсь. Потому что, ну, уже есть группа. Наверное, есть смысл дождаться человека, который тебя понимает, да, и делает так, как надо. Конечно, конечно. А в планах, что у вас в планах? И когда эти планы могут реализоваться? Ну, собственно, мы получили деньги, просто нам урезали еще. Вот, ну, собираемся снимать, вернее, я собираюсь снимать творение или 4К Велимира Хлемникова. Вот, безумно интересную историю. Безумно сложно, наверное, вы все это делаете. Безумно сложно, вот. И, с другой стороны, немножко другую, то, что для меня очень интересно. Вот, ну, и вот пытаться понять его поэзию, проникнуть там всякие перемещения во времени, Египет и Сирия. Вот, и стражи, собственно говоря. Есть такая легенда сирийская, что есть некое место, водопады, которые я пыталась здесь снимать тоже. Значит, и там стоят два стража, южный и северный, вот, и охраняют эти врата, портал Павлин. Который дает возможность, ну, какого-то, так сказать, ну, он как в страж времени. И человек, который уснет или где-то окажется рядом с этим местом, он может узнать все свои реинкарнации, воплощения. Вот, ну, собственно, здесь на этом завязывается история. Есть там черный такой шеш, персонаж, черный оборотень по времени. Есть, конечно, любовь, там, все такое прочее. Ну, вот у вас совершенно необычная манера и работать тоже. Вы не все сваливаете на оператора, и многое, я знаю, делаете сами. Да, потому что, когда вы сказали, что надо обязательно в наши горы съездить, посмотреть водопад и снять его, тут я задумалась, да, то есть вы обращаете внимание на то, что вам, скажем, встречается по дороге, да? Ну, на самом деле сейчас счастье, что камеры стали не такие тяжелые, что не надо тащить группу, не надо. Понимаете, вот как у звука режиссера есть множество, но фонотека, да? У меня есть фильмотека, трава так или иначе, там дождь, снег, состояние природы, погода. Это раньше в фильмотеке все выискивалось, а сейчас я могу это все сама снять. Потому что для обработки дальнейшей, для того, чтобы можно было потом это вставить в свою картину, потому что часто актеры снимаются просто без фона. И соединение происходит во время анимационной съемки. Сейчас уже с Генрихом Саакычем мы когда снимали, это пленочная история, это надо экспозицию попасть, это все надо... То есть камера у нас специальная была покадровая, на рефлекс снималась и все. То есть сейчас мы... У меня тоже оператор, с которым мы работаем на игровых вещах. Это замечательный Валера Мельгаут, известный тоже очень оператор. Ну, мы просто понимаем тоже друг друга. А дальше уже процесс анимационный, для меня самый важный. И то, что собирается, видишь на, конечно, на мониторе, что сейчас очень приятно, потому что ни в камере там что-то блестит, ни блестит, не видишь. И пока не снимешь изображение, ни в проявку не отправишь, не посмотришь результат, ты не понял, что ты делала. А здесь это у тебя сегодня, он снял план, да, снимаешь план, соединяешь его и видишь. То есть, в принципе, все в руках. Поэтому, конечно, я очень благодарна и вам, и Ларисе, что мы сейчас ездили в водопады, поснимали, и были вершины горные, все такое. Причем я нигде не возьму. Так что смотрите Хлебникова, увидите Алмату. Большое вам спасибо. Я очень рада знакомству с вами. Я надеюсь, что эта встреча наша не последняя. И мы увидим Алмату в алматинских кинотеатрах. Удачи вам во всем. Спасибо, спасибо. Спасибо, что пригласили. До свидания. До свидания. С вами была Морозова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова